МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с твоим дядей расследовали череду ограблений с убийствами. По материалам ОБЭП все убитые так или иначе были связаны с этой коррупционной схемой. Как он выглядел? Левая рука скрючена? Что? Нет, обе нормальные. Но если это был не Царёв, тогда кто? Какой-то мой новый друг. Кто? Я не понимаю. Я не понимаю, что Ефрем. Опекаю, как вы велели. Опекай. У нас два вопроса. Что ищет Царёв? И второй вопрос, кто ищет Царёва? Стефанов хочет срочно готовить тебя к операции. Так что завтра поедем в клинику делать обследование. Нет. А он что, не хочет прозреть? Да не знаю. Наверное, не может поверить, что это возможно. А это что, твой? Это твой. Ирра. Да ладно тебе, мой. Если она тебя по кабакам водит, врачей тебя ищет. А ты с надеими стажёрками мир спасаешь, да? Хорошо, получается. Просто подло. Она столько для меня сделала и делает. А я прости. За что? Мы просто друзья и коллеги. А всё остальное ты себя просто нафантазировал. Ты не звонишь мне совсем. Я соскучилась. Я не дома. Так, может, я подъеду? Да не, давай. Если не сегодня, я что-то устал. На подушке добраться. Расскажите про распил бюджетного бабла. О каком бабле вы говорите? О том бабле, из-за которого убили моего друга. Из-за которого я потерял зрение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сашку сдать оружие. У меня ничего нету. Так, все, мир, дружба, нет войне. И так уже в школу опоздали. Ну все, пока. Вечером созвонимся. Диме привет. Давай, пока. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ксюша! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро. Доброе. Кира, я хотела извиниться за вчерашнюю. Нет, это я вчера вела себя как дура. Расклеилась. В общем, обещаю этих соплей больше не повториться. Так что извини. Нет, 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 я первый начал извиняться. А я девушка, мне надо уступать. Что за манипуляции? Так-то мы коллеги, а когда вам нужна девушка? Так. Ну ладно, 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 шучу. Обнимемся? Ну шучу, шучу же сказал. Подожди. А почему пешком? Меня Оля подбросила, пацану школу отвозила. А, как они? Хулиганят тебе при этом. Спасибо. А почему не на байке? Слишком дорогой подарок для коллеги. Понятно. Ну что, пойдем намещать нашего раненого друга? Пойдем, я мандарина ему купила. А я ему купил видеоигры для дошкольников. А, коллега, вы бы не могли меня взять под руку, как коллегу? А то я все куски зуб собрал. Спасибо. Срочно забирай детей. Сашка, да-да, я знаю, что урок. Дай трубку учительнице. Да, алло. Нелли Максимовна, здравствуйте. Это Ольга Плотникова. Мама Саша и Гриша. Пожалуйста, вы не могли бы отпустить мальчиков с урока? Нет, у нас просто возникли семейные обстоятельства. Нужно их срочно отпустить. Спасибо. А дайте, пожалуйста, снова Сашу. Сашка, Сашка, слушай внимательно меня. Сейчас ты возьмешь Гришку, и вы вместе пойдете к раздевалке и будете меня ждать. Слушай внимательно, я тебе говорю. Из школы не выходите. Ты понял? Из школы не выходить. Я сейчас буду. Болит? Нормально. Хирург сказал, что если по сантиметрам левее, то тогда вообще кран-то. Слушай, дай-ка я посмотрю у тебя. Подожди, че ты думаешь? Че ты? Я врач. Дай, посмотрю. Я, конечно. Те, Том, просто твой пациент обычно синий холод. Ага, трупаки. Вот вам мой язык. Так что давайте без обид, лучше хирург, пусть. Я тоже хирург. Че-че-че. Все подробности у представителя пресс-службы МВД России, капитана полиции Ксении Фальсовой. Устроивший стрельбу в торговом центре Аверс задержан. По данным следствия, он планировал следующее массовое убийство. При задержании один из сотрудников полиции получил огнестрельное ранение. В настоящее время его жизнь не опасность. Герой. Слушайте, а где Джим? Почему не пришел? А его наверх вызвали. Тоже, наверное, насчет Ордена. Кстати, как вы думаете, нормально бы, если я вместо Ордена о квартире намекнул? Почему вместо? Можно и вместе. Тихо, тихо, тихо. Следателем совета директоров холдинга «Гигантстрой» Юрий Зайкович. По дороге в больницу от полученных травм Зайкович скончался. Водитель с места преступления скрылся, но через несколько часов был обнаружен и задержан. В интересах следствия его фамилия не разглашается. Как стало известно нашей программе в момент... Тим. Что такое? Кто это за Игорьич? Может, все-таки случайность? Случайность? Ну да, мало ли. Пьяный водитель. Редко ли такое случается? Кира, достань, пожалуйста, все рапорты по этому ДТП. Опрос свидетеля, обстоятельства, экспертиза. В общем, все, что есть. Хорошо, коллега. А ты куда? Мне надо кое с кем переговорить. Мама, куда? Мы уезжаем. Куда? Что? Куда? Куда? К друзьям. К каким друзьям? Мальчики, я вам в машине все объясню, хорошо? А там вай-фай будет? А, да. Не знаю, может быть. Мам, Кира звонит. Куда сюда. Так, телефон, быстро. Зачем? Быстро. Вот. Все. Вот так. Просто нам нельзя никому сейчас звонить. Послушайте меня. Мы сейчас поедем, и я вам все, я вам все объясню. А как вас учил, Лена Попов? Дышим спокойно. Смотрим внимательно. Соображаем быстро. Окей? Да. Все, быстро собираемся. Так, мы вот этим еще сюда добавим. Давай, побострее быстрее. Стой. Алюня, ты дома? Ой, куда ты? Да, 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 Полина Львовна. А, вы, вы, здрасте, вы насчет ремонта? Да, вот пришла тебя поблагодарить. Ага. Все хорошо. Рабочие были, приятные мужчине. Все нормально. А вы что, уезжаете, девчонки? А мы, да, вот решили на пару дней отдохнуть. А, ну, если что, звони. Да, хорошо. Звони и забегай. Хорошо, спасибо. Дима, у меня двое детей. И искать правду для меня слишком большая роскошь. В общем-то, она согласилась со мной встретиться. Наташа, ты честный следователь. Благодаря бумагам, которые ты мне прислала... Я тебе ничего не прислала. Ну, хорошо, их прислал мне один анонимный источник из ОБЭК. Я кое-что выяснил. Хочешь узнать, что? Говори. Деньги отраспил бюджет, который вы расследовали, поступали на офшорную фирму. Чтобы подступиться к этому счету, нужны два электронных ключа. Работают они только одновременно. Интересно. Мы об этом не знали. Един ключ находится у человека, которого я ищу. Фамилия Уцарев. А второй? Второй самого главного. Кто он знал Зайковича? Это последний свидетель по вашему делу. Все остальные свидетели как будто бы погибли из-за несчастного случая. Два дня назад у Зайковича было покушение, которое я случайно предотвратил. А сегодня с утра его сбил пьяноводитель. И что ты хочешь от меня? У меня больше нет выходов на самого главного. Может быть, у тебя есть какие-то зацепки? Нет, у меня ничего нет. Я уже тебе говорила. Ну, хорошо. Может быть, они есть у этого анонимного источника из ОБЭП. Прости. Просто я не знаю, чем тебе помочь. Зайкович, ну, найди пьяного водителя. Ну, что его искать? Он уже задержан. Тогда найди настоящего новинца. Вот. Спасибо тебе большое, Наташа, что уделила мне время. Извини за беспокойство. А ты уверен, что Зайкович мертв? То есть? Ну, в смысле, что он погиб. Ты опознал его труп? То есть? То есть они ребята хитроумные. Зайкович легко мог сымитировать свою смерть. Вот и все. Не надо экспертизу этого. По показаниям свидетелей, происшествие произошло в 5.15 утра. Зайкович спустился в подземный гараж. При нем была дорожная сумка и распечатка электронного билета. Рейс Москва-Шереметьево, Пен-Гурион, Толь-Авив. Он шел к своей машине, когда навстречу вылетела темная девятка и сбил его. Субтитры создавал DimaTorzok Мы с Гердой приехали из магазина, а он вон оттуда ехал. Прямо ехал или вилял? Пчался, как оглашенный. И прямо в него. Бах! Ой, тот отлетел, не знаю, метров на десять, наверное. Я бросилась, а он весь в крови, весь изломанный, но дышит. Я в скорую. А тот даже не притормозил. Прямо вот так вот вжик и все. И как будто не было его. А вы не заметили, кто сидел за рулем? Ну какое? Я же говорю, как оглашенный пронесся. Прямо вот вжик и все. Спасибо вам большое. Машина была найдена и выброшена через два квартала отсюда. Владелец автомобиля Гусаков Юрий Викторович, 69-го года рождения, работает сторожем на этой же самой парковке. Ранее был лишен прав на три года за вождение в нетрезвом состоянии. После происшествия был найден у себя дома в алкогольном опьянении. Говорит, что ничего не помнит. Кто ее дело? Ты не поверишь. Ну ты что? Мне как обычно. Батюшка. Сапегин! Как так получается? Вот хватишься тебя, тебя нет на рабочем месте. Ты все время жрешь, что ли? Чего тебе опять надо, Ефремов? Анечка, я ей два чебулек. Это Пену Мессианский ты ведешь? Ну? Молодец. Я думал после дела, собачники бы тебя уволят нафиг отсюда. Да нет, оставили. Даже дали расследовать ДТП. Может быть даже до пенсии дотянешь? Ефремов. Да пошел ты. А куда пошел, не уточнишь? А то я ведь слепой. Да ты, если бы ты не был калекой. Тихо, тихо, тихо. Все свои дружеский спарринг. Тихо. Спокойно. Еще раз про ДТП на Мещанской. Обвиняемый Гусаков. Допрашивал? Допрашивал. Пусти. Есть нестыковки? Какие нестыковки? Чувак неделю бухал, чертей уже ловил. Потом сел за руль, сбил. Ни хрена не помнит. Какие нестыковки? Да пусти ты. Смотри, я проверю. Распроверяйся. Микроволновка сломалась. С Ольгой договорились, а звонец не отвечает. Кира, возьми это с собой. Зачем? Там увидишь. Ну что, господин Гусаков, сколько квасишь-то? Чего? Кир, дай ему воды, пожалуйста. Какое сегодня число помнишь? Нет. Сколько пьешь дней? Одиннадцать. Одиннадцать. А пьешь ты по поводу или так, по велению сердца? С кем пил? Или сам с собой, с зеркалом? Один. Один. Как человек избил, помнишь? Качает головой. Ну, хоть что-то ты помнишь? Не помню. Из дома выходил. За добавкой ведь. Не помню. Ну, тогда у меня к тебе последний вопрос, Юрий Викторович. Какой? Ключи от машины где держишь? Ключи? Ключи от машины. Приходишь домой, когда трезвый. Раздеваешься, разуваешься. Проходишь квартиру. Ключи куда кладешь? Ну, там, это, в прихожей, там трюмо от жены осталось. На трюмо? Там на трюмо. А когда уходишь, забираешь? Ну, да. Понятно. Напивай воду, а то отберут. Спасибо. Зря ты на ребят будешь. Нормально они экспертизу провели. Тормоза, двигатель, характер повреждения соответствует, следы крови и все как надо, бразделя. Пальцы? Пальцы хозяина машины. Ну, в смысле этого. Обвиняемый. А что там, другие должны быть, что ли? Ну, да, чьи же еще. Ну, да. Замок зажигания проверял? Ну, а как же, повреждения проводки нет, на замке грубых дефектов тоже. Скорее всего, заводили родными ключами. Ну, че, интересно. Кир, можно убрать голову? С чего это? Шампунь. Так уж духами не пользуюсь, теперь еще и голову не мыть. Ну, чего? Эй, Базилиев, нам устоять. Бали отсюда. Ваши тропики. Вас точно не нужно провожать? Нет, все в порядке. Вот это да. Кеш, ау. А откуда отпечатки снимали? С руля, коробки передачи и водительской дверцы. Везде этого самого Гусакова. А можешь еще раз по полной все взять из салона и снаружи. Ну, я-то могу, но ты представляешь, сколько это времени займет? А у меня другие к делу. Представляю, только это надо очень срочно. Ну, я с Джемом договорюсь. С Джемом? А вы что, не в курсе? Не в курсе чего? Да что мы не в курсе чего? Как же так, Тигран Женебекович? Ну, а как ты хотела. Все-таки 25 лет оббарабанил. Пора отдохнуть. Ну, почему именно сейчас? А зачем засиживаться? Молодым надо дорогу дать. Это из-за ранения, Грабанько? Дима, за этот год много чего произошло. Володя с Олегом погибли. Ты вон, свидетеля твоего Ларису потеряли. Да еще этот мальчишка пулю схватил. Ну, вы-то в этом во всем не виноваты. Виноват. Начальство всегда несет ответственность за своих подчиненных. Это же мои люди. Так, ну, а вы что приуныли? А? Вы что в самом деле? Мне наверху никто плохого слова не сказал. Ну, все прекрасно все понимают. Может, часы подарят. А кто на ваше место? Ефремов Меркулова. Что за безобразие было сегодня в буфете? Уже доложили. Быстро. Никакого безобразия. Дима споткнулся и случайно толкнул следователя Сапегина. И случайно пытался сломать ему руку? Совершенно случайно. Так неловко получилось. Так вот, дорогие мои, как исполняющий обязанности начальника отдела, я запрещаю вам заниматься делами других подразделений. Безды из других подразделений хотят посадить невиновного. Тогда занимайтесь этим официальным способом. И не в ущерб своим прямым обязанностям. Я запрещаю вам отвлекать криминалистов на ваши бредни. Вам понятно, Меркулова? Так точно. Ефремов. Да. Да. Ну и что теперь делать будем? Работать. Не можем найти убийцу. Попробуем спасти хотя бы невиновного. Как? Порочным путем противоправных деяния и нарушений процессуальных норм. И куда идет этот путь? Квартиру нашего алкоголика. Ксюша! Духи? Духи. А дело проскользнуть незамеченной? Дел много. Кажется, у тебя тоже. Как всегда. Как всегда. Что случилось? Наверное, надо поговорить. Наверное. Вечером? Вечером. Пока. Пока. Коль, ну ты где? Почему ты трубку не берешь? Мы же там договорились встретиться. Перезвони мне срочно. Скажите, а коллега, коллегия может задавать личные вопросы? Да, конечно. Кеша! Просто мне сейчас как-то показалось, что у вас не все в порядке с вашей самоотверженной девушкой. Такое чувство, что она тоже начинает превращаться в коллегу, нет? Алло, скажи, ты узнал что-нибудь про ингалятор? Да нет, тут на работе у меня завал. Да столько делаю, все срочно. Вечером скажу. Только ты понимаешь, что это для меня, а не для официальных доков? Понятно. Спасибо. Ок. И что нам это даст? По консистенции мы узнаем, от чего он лечится. А это два параметра поисков. То, что он бывший спецназовец, и чем он болеет? А то, что он спецназовец, это точно? Похоже на то. О, а вот, кажется, и приехали. Ну что, пошли спасать невинных алкашей в бывших спецназах-то? Дорогой коллега. Дорогой коллега. Осторожней, осторожней. Стой. Квартира? Прости. Восьмая, седьмая. Шестая. Иди на стрюк. Постой. Полком. А это есть противоправное деяние. Одно из них. Если что, я ничего не видела. Открою тебе секрет, я тоже. Заходи. Давай. Опушите. Да, широко живет господин Гусаков. А трюму от жены? В наличии. А ключи от машины на нем? Нет. Что и требовалось доказать. Убийца каким-то образом узнал, что Гусаков в запое. Убийца отжал замок, проник в квартиру. Убедился, что Гусаков в запое. И... Забрал ключи. Узбил Зайковича. И бросил машину. Зачем так сложно? Можно было тупо угнать любую другую тачку. Нет, не любую. Бить нужно было, чтобы смерть выглядела случайно. А алкаш, который ничего не помнит, это идеальная подстава. И что мы делаем? Что мы? Ты ищешь и смотришь. Что? Что заставит алиби алкашу нашему. Господи, какое может быть алиби в пять утра? Кто может подтвердить, что Гусаков был здесь, а не на Мещанской соседе? Так это если он буянил. Ну да, буянил-то он вряд ли. Если убийца сюда попал как-то инкогнито, то, скорее всего, Гусаков был запоем. Тогда это безнадежно, если только не случится чудо. И оно случилось. Что случилось? Чудо. Гусаков заказывал пиццу в 4.40 утра. Здесь чек. А сколько отсюда Мещанской? Ну, не меньше получаса. Если доставщик пиццы подтвердит, что видел здесь Гусакова, значит, он не виновен. Ну, и все правильно. Сыр, моцарелла, помидоры. 39 рублей плюс... Дверь кто открыл? Мужик какой-то принял, заплатил на чай дал. Как выглядел? Обычный мужик. Увидеть он, знаете? Ну да. Сопегин. Денис, вам нужно быть проекцией. Что, ты маньяк, что ли? Пойдемте, это ненадолго. Сопегин, готовь Гусаков к опознанию. Моему алиби везет. Делать тебе нечего, Ефремов. Как мои готовые дела. Разваливать. Потому что сажать нужно виновных, а не тех, до кого дотягиваешься. Так что не гунди. Продолжите. Заводи. Будьте добры, наручники. Встаньте, пожалуйста. Встаньте сюда. Можно начинать? Денис, зайдите, пожалуйста. Пройдите, пожалуйста, сюда. Кто из этих мужчин вам знаком? Где, когда и при каких обстоятельствах вы могли его видеть? Никто. Денис, вы уверен? Посмотрите еще раз. Я так понимаю, вы про то мужика, которому я пиццу привез. Его тут нет. Абсолютно. Ну что, Ефремов, перебудрил? Подстану, вам спасибо, вы свободны. А это в обратном. В камеру. Руки. Юрий Викторович, скажите, в последнее время вы не встречали мужчину средних лет вот с таким вот ингалятором? Я не помню. Точно? Я не помню. Уводить. Вперед. Денис, а вы присядьте. Надо будет подписать протокол. Значит, доставщик пиццы в квартире Гусакова видел убийцу? Вряд ли. Это почему? Потому что убийца не открыл бы доставщику. И уж тем более не оставил бы такую велику, как человек. Тогда кто это был? Надо трясти всех знакомых и друзей Гусакова. Да, много времени уйдет. Да. Ефремов, обломись. Твой Гусаков только что написал признательные показания. Сапегин, он же ни хрена не помнит. Вспомнил. Под твою диктовку. Признательные, Ефремов. Признательные. Передаю дело в суд. Чего мы упустили? У нас на той ночи в квартире Гусакова был кто-то из его знакомых. Он же мог и созвониться. Осторожно, ступенька. Осторожно. Элементарно. Что же мы до этого не додумались? Сильно обрадовались человеку от пиццы. А при задержании телефон был у него? Среди изъятых вещей не значился. Своей машине тоже не обнаружен. Тогда вперед. В смысле назад, в квартиру. Хочешь, я поведу? Нет, пожалуй, я. Осторожно. Ух ты! За ночь один звонок доставку пиццы и 14 абоненту шлюха Гребнева. Шлюха Гребнева? Чувствуется неподдельная страсть. Звони. Алло. Здравствуйте. Это следователь Меркулова. С кем я говорю? Два года, как развелись. Сил уже не было. Так-то он хороший, добрый, но дурак. Совсем дурак, когда выпил. Ну вот месяц не пьет, два, три. Ну, глядишь, не мужик золота. А как сорвет, все, понеслась душа в разнос. А еще сорвался, не знаете? Из-за меня замуж я вышла. Вот, ну я ему обещала. Бросишь, пить, вернусь. Вот он, правда, последние полгода держался, как кремень, ни капли. Ну я тоже. Вон, с Пашей встретилась. Две недели как расписались. Поздравляю вас. Спасибо. А Гусаков как узнал, ну и того. В хлам. Паш! Пойдем познакомим. Паша! Пойдем, конечно. Паш! Да, любимая? Гусаков по пьяни человека сбил. Да ты что? Но мы думаем, что сбил не он. Ой, ну дай бог. Жалко все-таки, хоть и дурак. Расскажите про ночные телефонные звонки. Ну все как всегда, а? Как на вторую бутылку заходит и за телефон. А, и звонит, и звонит. И дура я, и шлюха, и всякое разное. Вот. А тут аж в три часа ночи на звонили встал. Ну а вы что? Ну достал, сил уже никаких нет. Ну вот Паша и того. Я к нему поехал. По башке настучать. Ну и что, настучали? Так он в дрова был. Не бей, не мей, не кукареку. Ну как же вы в квартиру вошли? Дверь открыта была. А доставщика пиццы вы встретили? Встретил. Юра! Юра, вставай! Вставай, мне надо поговорить с тобой! Ты что нам звонишь, Юра? Вставай, тебе говорю! Здрасте, пиццу заказывали? Сколько? 489. Безначе. Дверь закрой. Павел, извините, пожалуйста, мне нужно потрогать ваше лицо. Следственный эксперимент. Еще раз извините. А вы не припомните, когда вошли в квартиру, не увидели на Триумова ключи от машины? Нет, не приметил. А что? Ничего, все даже очень замечательно. Если вы повторите все, что рассказали сейчас, спасете Гусакова от тюрьмы. Конечно, повторим. Повторю. До свидания. До свидания. Осторожней. Сапегин! До свидания. Хороший! 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 Извини! Извини! Ты чего? Ой, извини. О, я молодец, конечно, но ты чего, агрессивный такой сегодня. Догоняю все в голове. Что там гоняешь? Гоняет он. Слушай, есть один человек. Среднего роста, лет сорок плюс-минус. Особые приметы. Болезнь нахотенных путей. Баронхит или астма. Пользуется все время ингалятором. Профессионал ножом орудует, будь здоров, чувствуется специальная подготовка. И все время все просчитывает на несколько шагов вперед. Ну, я с ним два раза встречался. И почему-то он меня не убрал. По всей видимости, я для чего-то нужен. И почему-то он меня опекает. Почему? Наверное, чтобы через меня вытянуть Царева. Эта тасматика работает на главного, а главное ищет Царева. А у Царева второй электронный ключ к деньгам. А первого кого? Первого главного. Вот они друг друга и ищут. Да, тайны Мадридского гора. Еще какие тайны. Пико! Пико! Вазгем приедет. Я рам обещал. Каринка будет с детьми. Неля, Рома. Все приедут тебя поздравлять? Очень хорошо. А еще я придумала. Собаку заведем. Собаку? Да. Ты же всегда мечтал. Большую собаку. Вон, у Ефремова твоего ты рассказывал, есть собака, а у тебя времени не было. А теперь у тебя время есть. Ты представляешь, Эд Ефремов в столовой сапиганной чуть руку не сломал. Да ты что? Упертый черт, а! Если я ему запрещаю куда-нибудь лезть, все равно залезет. И знаешь, что самое интересное? Всегда оказывается прав. Понимаешь, я его защитить хочу. От него же самого я... Я ему... А что я? Я это вон, крайняя буква ловаясь. Ловаясь. Тигран, позвони. Позвони ребятам в отдел. Давай. Узнай, как дела, просто поболтай. Ну, это нормально. Ну, не обязательно так сразу рвать с работы. Унеси. Унеси, унеси. Дико. Что, моя золотая? Что? Тигран Джанни Бикович про это все читал. Если жизнь после пенсии сломанных рыбеет. Это все не про меня. Настолько жизнь начинается. Мы теперь можем себе позволить абсолютно все. Можно путешествовать. На море поедем. Со мной Джан. Ты знаешь, я очень хочу большую собаку. Это хорошая идея. я его назову Джем. А это убери. Убери, убери. О, хорошо. 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 Ай. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий 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 Дмитрий